12.06 и снова здравствуйте. Я говорила до свидания. Вот она состоялась. Вторая часть нашего дневного разворота продолжается. В студии по-прежнему Светлана Занько и Анна Лапшина. И наши новые гости. Мы их анонсировали в начале прошлого часа. Светлана Русинова, директор Центра профориентации и карьеры Вятской государственной и сельскохозяйственной академии. Добрый день. Всем добрый день. И Елена Савина, глава Кирова-Чепецка. Добрый день. Добрый день. Я тут до эфира говорила, что как хорошо. Вот у нас сейчас Елена Савина, глава Кирова-Чепецка у нас в студии. Елена Ковалева, глава города Кирова теперь. Да не зря мы топили, Аня, целый год за женщин во власти. А мне кажется, это прекрасно. Я тоже так считаю. Замечательно. У нас хорошая компания подобралась. Мы будем говорить об атласе будущих профессий. Даже не о самом, наверное, всё-таки не только о самом атласе будущих профессий. Сколько нам интересно раскрыть всё-таки эту интригу. Что это значит? Что это значит? Это совершенно новые профессии придут на смену тем, которые существуют? Или не на смену, а вообще как-то переформатируется наше пространство профессиональное, и деловое, и рабочее пространство. И люди как-то перестанут заниматься одним, начнут заниматься другим. В общем, для меня эта история особенно важна. Я об этом говорила в первом часе, потому что там 30-й год не за горами. И это как раз время, когда моя дочь, она как раз выйдет уже на такую стезю. На рынок труда она выйдет. Я не хотела так говорить. Извини, пожалуйста. Да, но уже сейчас, естественно, с детьми, которым по 10, 11-12 лет, мы беседуем, в том числе в нашей программе «Открывашка» о том, кем стать, как быть, каким быть. И поэтому вот этот эфир, который сейчас пройдёт, он имеет абсолютно прикладное, практическое значение. Для нас, для родителей, в первую очередь, потому что это мы будем профориентироваться сейчас. Это очень важно, потому что, конечно, совместное решение принимается вместе с детьми, куда пойти, на чём сделать акценты, чем интересоваться сейчас. Потому что через 10-15 лет мир, наверное, будет каким-то совсем другим. И вот этот атлас будущих профессий, он нам сейчас об этом говорит. Да, согласны со мной? Да, абсолютно, потому что атлас новых профессий – это тот ориентир, тот флагман не только для детей, но в первую очередь для родителей. Потому что, если говорить о диапазоне возрастном, на кого он ориентирован, это, конечно, люди работающие. И самая важная ценность атласа новых профессий заключается в его подходе именно к компетенциям, к надпрофессиональным навыкам. Там очень большого внимания уделяется этому блоку, потому что, как говорит основной разработчик атласа новых профессий, который приедет в наш город 26 октября, будет работать и 27 октября на площадке уже города Кирово-Чепецка, Дмитрий Судаков, что наши дети, и мы в том числе, вот как раз, Светлана, как вы сказали, о 30-м годе, 21-го века, мы будем менять профессии уже ни одну, ни две, ни три, а в зависимости от сформированных надпрофессиональных навыков, как кубик-рубик в зависимости от отрасли, которая для нас будет приоритетным. Да, Эллина Михайловна. Ну, да, вообще существует, если вернуться к тому, что женщины входят в власть, то это общемировая тенденция. В России, может, к сожалению, может быть, к счастью, в свое время все равно был гендерный подход мужской. Так как Россия интегрируется в мировое сообщество, то все тенденции для нее тоже присущи. И пока у нас не уравняется или хотя бы не станет пропорция 40-60, эта тенденция прихода женщин во власть, она сохранится. Точно так же и по профессиональному самоопределению, и по профессиональной карьере мы тоже движемся в общемировых тенденциях. В развитых странах вообще принято, что к 45 годам человек должен поменять профессию, потому что происходит профессиональное выгорание, и отдача, которая может быть в трудовой деятельности, она практически снижается почти в 2,5 раза. Поэтому государство строит специальные профессиональные программы для того, чтобы получить максимум от трудовых ресурсов в этом случае. Поэтому этим определяется как раз тема, которая сегодня затрагивается. А второе, то что изменение рынка труда, оно идет. Если мы говорим о том, что какие будут еще необходимы знания, навыки, то безусловно еще диктуется тем, что практически все профессии будут требовать технических знаний. И вот это тоже та тенденция, к которой в принципе должны повернуться лицом родители будущих трудовых ресурсов нашей страны. Ой, а вы знаете, я совсем другую версию слышала. Я слышала, что к определенному моменту все технические какие-то вещи будут выполнять роботы, а люди как раз нужны будут в гуманитарных профессиях. Ну, если внимательно посмотреть хотя бы те лекции, которые проводит достаточно часто и публично Герман Греф, то вот он как раз в Калининграде задал вопрос студентам Балтийского университета о том, кто из юристов знает принцип действия нейронных сетей. И когда никто не ответил, то он сказал, что вы двоечники, вам нечего делать в профессии юриста. Не секрет, что многие госкорпорации и тот же Сбербанк говорят о том, что через несколько лет 80% юристов и экономистов, которые принимают операционные решения, у них будут сокращены, потому что полностью перейдут на принятие решений роботами. Для этого, во-первых, юристы должны понимать, а как будут принимать роботы эти решения, то есть они должны выстраивать алгоритм, сопровождать это, а во-вторых, это нужно сопровождать и всю аппаратуру, которая будет обеспечивать. Поэтому это спорный вопрос о технических специальностях и гуманитарных. Вот из всего сказанного я делаю вывод, что наш эфир не только для родителей детей, которые выйдут на рынок труда к 30-му году, но и для тех 20-ти, 25-ти, 30-ти даже пятилетних, кто сейчас в профессии, вроде бы комфортно устроившись, сидят в своих креслах или стоят за станками и думают, что так продолжится долго. Нет, товарищи, не продолжится. Учитывайте, что лет через 15, скорее всего, вам придется профессию поменять, и компетенции набирать нужно уже сейчас. И об этих компетенциях мы и поговорим. Я просто еще вернусь к Дмитрию Судакову, которого вы упомянули, Светлана. Это представитель, консультант Московской школы управления Сколково, который приедет сюда, в наш город, 26 октября, вот совсем уже скоро. И его приезд и встреча, которая будет проводиться на базе Государственной сельхозакадемии, она как раз и посвящена нашей сегодняшней теме. И я только в связи с этим хочу спросить, это будет какая-то открытая конференция или это будет профессиональное собрание? Это абсолютно мы открыты, наша площадка открыта для диалога как родителей, так и образовательных организаций, в том числе и административной власти. Потому что если мы сейчас не будем говорить об этом, не будем говорить об этих изменениях, и, как Светлана, вы сказали, немножко будем сопротивляться, возможно, удобно устроив в своих креслах, мы окажемся не там, где могли бы отказаться под влиянием технологий. Дмитрий как раз об этом и будет говорить. То есть его работа будет заключаться в том, чтобы сориентировать именно по этим самым компетенциям будущего и в трансформации образования. И в продолжении темы, о которой вы говорили, не будет идеология Атласа интересна тем, что там не идет четкого разделения на гуманитарьих и технорей, там именно на профессиональные навыки. То есть еще раз повторю, что в зависимости от отрасли вы будете надстраивать, выбирать, трансформировать. Много сейчас говорят об индивидуальных образовательных траекториях. Это все как раз с этим самым и связано. Нельзя говорить, что сейчас я гуманитарий, как нас в советское время учили. У тебя гуманитарный склад ума, значит, ты пойдешь на факультет культурологии, удачно его закончишь, ну и там уже будешь смотреть, как будешь трудоустроен. Либо ты технарь. Сейчас вот эта межотраслевая коммуникация, она настолько вот эта грань и стертая. Поэтому наша задача, как родители в первую очередь, как людей, кто работает в системе образования, понять эти изменения, вызовы это или угрозы, или это возможности, и направить вот это подрастающее поколение и помочь ему с их поиском призвания. Поэтому 26 октября мы абсолютно открыты, ждем всех. На начало в 12 часов до часу дня у нас пройдет теоретический блог, где Дмитрий как раз расскажет, что такое атлас, из чего он состоит, что такое профессии пенсионера, о которых вы сегодня говорили уже, это экономисты, юристы, которые уходят под влиянием технологий, даже не сколько уходят, сколько трансформируются, изменяются. И самое главное, главное будет рассказывать о профессиях и иллюстрировать это. И, конечно же, самый интересный блог, это практический блог. Команда Дмитрия Судакова, разработчиков атласа новых профессий, не стоит на месте сейчас для того, чтобы не просто знакомить на теории, они разработали игропрактики. Целая такая очень интересная, мы сами играли в эти игры. Коробка по атласам новых профессий, это игровые практики, это игры по профориентации, как раз связанные с атласом новых профессий, с различными блоками, во-первых, изучение этой профессии, во-вторых, какие технологии влияют, что для этого нужно, какие навыки у себя формировать, какие инструменты приход, какие технологии изменяются. И мы это всё проиграем. Мы сейчас должны будем просто прерваться, давайте только ещё расскажем, что это 26 октября, с 12 часов на площадке Вятской государственной сельхозакадемии на Октябрьском 133, и регистрироваться, я так понимаю, нужно на это мероприятие по телефону 57 43 43. Сейчас уже идёт... Регистрация открыта с понедельника на сайте avricum.ru и на официальном сайте Вятской государственной хозяйственной академии будет также открыта электронная регистрация. И я ещё хотела уточнить по поводу Кирово-Чепецка. Вы говорили в начале, что 27 числа будут в Кирово-Чепецке. Там будет то же самое или что-то другое? Об этом, я думаю, что мы анонсируем немножко позднее. После короткого перерыва. Поговорите. Продолжаем разговор. В Кирове стартует проект «Атлас будущих профессий». Мы здесь в студии говорим об этом со Светланой Русиновой. Правильно я сделала ударение? Да, директором Центра профориентации и карьеры Вятской государственной сельхозакадемии Еленой Савиной, главой Кирово-Чепецка. Вот мы уже сказали только что, что 26-27 октября Московская школа управления Сколково будет для всех желающих проводить соответствующие семинары. 26-го в Кирове на базе сельхозакадемии, а 27-го числа в Кирово-Чепецке. И вот Кирово-Чепецку сейчас хотелось бы как раз повернуться. Да, 27-го мы принимаем Дмитрия Судакова в городе Кирово-Чепецке. Это продолжение темы по созданию и реализации проекта «Непрерывное инженерное образование» как одно из направлений развития города Кирово-Чепецка. У нас немножечко будет расширенный вариант, но также мы открытая площадка, начинаем мы в 11.30 в детской художественной школе города Кирово-Чепецка. Поэтому, если кому-то удобно приехать в город Кирово-Чепецк, пожалуйста, приезжайте, участвуйте в работе нашего семинара. У вас некоторым образом завязана, ведь филиалка ЧХК, да, компания «Уралхим» в этом во всем, потому что вот раз уж об инженерах речь зашла, я просто знаю, что у вас там большая профориентационная работа ведется именно в этом направлении. Ну, мы понимаем прекрасно, что нам необходимо развиваться не только с «Уралхима», потому что тенденция автоматизации производства, она коснулась всех предприятий, и «Уралхима» в том числе. Поэтому еще одним аспектом, если уж мы будем говорить о том, что необходимо правильно выбирать призывание, уметь выстраивать свою профессиональную траекторию развития, получение дополнительных навыков, она связана опять-таки с общей мировой тенденцией, это автоматизация производства и сокращение рабочих мест. Поэтому еще здесь необходимо говорить о том, что новые профессии, которые мы не знаем даже, что они будут существовать, это как раз способ занятости населения в будущем. Потому что развитые страны в настоящее время задумались о том, что у них только 50% трудоспособного населения будет занято в тех профессиях, которые сейчас существуют. А остальных заменят роботы. Да, безусловно, если не будет развития других отраслей. Поэтому для нас очень важно, конечно, это диверсификация нашей промышленности города Кирово-Чепеска, где большинство все-таки трудится на химических производствах. Поэтому для нас очень важно это именно показать, что инженерное образование может быть стратегией развития города. И поэтому мы здесь выстраиваем этот семинар. И это одно из первых мероприятий в цепочке, которое как раз нас приведет, я думаю, что к созданию этой системы. Тем более, что к нам уже обратились несколько институтов не только из города Кирова университетов, но и из Ярославля, и из Екатеринбурга. Потому что тема непрерывного образования вообще очень сейчас популярна. И не только популярно диктуется временем, но и, в частности, инженерного образования как основа всех профессий тоже рассматривается. Я сейчас про непрерывное образование вспомнила. Мы никак с Саней еще от отпуска не можем отойти. Буквально вчера мы в Россию прилетели, и вот когда мы ехали на такси в аэропорт, на острове Крит в Веракулеон, нас везла женщина лет 40-50. Рано-рано утром. И она рассказывает, что сын ее в Лондоне, значит, учится, и что это для мамы очень дорого, что сын вот там, хотя хорошая перспектива, но и говорит, и мама-то сама учится. Она мне сказала, она работает там таксистом сейчас, я дальше не копала, может быть, еще что-то унес, но она мне сказала, что я и сейчас учусь, это ведь вообще хорошая тема, говорит, в нашем возрасте снова учиться. Мало того, что хорошая, она прямо так сказала, как вы сейчас, это необходимость. Понимаете, таксист утром рано говорит тебе такое, на острове Крит, лежать бы там на берегу моря и больше ничего не делать. Нет, иначе не получится. Давайте все-таки мы тогда к атласу перейдем непосредственно и приведем там какие-то примеры, как он работает, как он составлялся и что он в себя включает. Было проведено исследование в рамках форсайт-компетенции, где были созданы фокус-группы из разных регионов именно по отраслям. Какие тенденции мировые идут, какие условия региональные диктуют от этого. И, следовательно, показано, это как исследование получилось, но сейчас уже такого практического применения, назначения. Почему разработаны игры практики для того, чтобы уже современную молодежь, подрастающее поколение школьников ориентировать на эти профессии. Атлас находится в свободном доступе, можно посмотреть в интернете. Атлас 100. Родителям всем рекомендуем, выступая на родительских собраниях, занимаясь профориентацией Вятской государственной хозяйственной академии. Для нас тоже трансформация системы высшего образования, исходя из тех условий, которые есть, интересно. Вот одна из профессий, касаемо нашего агропромышленного комплекса, то есть непосредственно тем, на кого мы обучаем сейчас наших студентов, это появление новых профессий, таких как сити-фермер. Сейчас города, то есть дети особенно не любят сельскую местность возвращаться. И вот одна из профессий, которую прогнозируют к появлению 30-х годов, это как раз стык отрасли предпринимательской деятельности, человека, кто будет заниматься, кто будет... В общем, этот сити-фермер будет выращивать грядки, точнее, выращивать овощи, продукты питания. На балконе? На балконе, либо на самых последних этажах, небоскреб. То, что сейчас происходит уже за рубежом повсеместно. Да, да. То есть Россия, я так понимаю, что в любом случае мы как бы не сопротивлялись, все равно в этом направлении будем двигаться. Главное, что погода не сопротивлялась. Ну, я тебе хочу сказать, что в Нидерландах, где вот это очень распространено, все, что вот сейчас Светлана рассказывает, там тоже погода так себе. Ну, там выращивают, выращивают. Ну, опять же, будем говорить технологии уже в помощь этом. Конечно. Уже независимо от климатических условий, где мы, в каком регионе мы живем, главное ведь понимать, как это все способствует. Какие технологии используют. Да, какие технологии используют, и как самое главное с ними уметь работать. Еще профессии, которые, например, для нас были интересны, когда мы их изучали, уже неприменимы, например, к нашей отрасли, агрономически, именно связаны с сельским хозяйством. Это роботы, медицинские роботы. Мы знаем, что они сейчас практически повсеместно стали использоваться, помогают и хирургам. То есть это профессия, которая здесь сейчас уже появилась и существует, и есть вузы, которые осуществляют подготовку именно специалистов по этому направлению. То есть профессия людей, которые будут обслуживанием этих роботов заниматься, программированием, еще чем-то, да? Да, да. То есть один из главных надпрофессиональных навыков и всего представленного в Атласе новых профессий 11, это как раз навык IT-технологий. То есть IT-технология, она прямо представлена. То есть если обратиться опять же к Атласу, дается профессия, содержательная часть, то есть чем человек будет заниматься, в какой отрасли он будет работать. А самое главное, прописаны надпрофессиональные навыки, какие необходимые ему формировать для того, чтобы получить эту самую профессию. Так вот, если обратиться, и мы-то и так мониторили, изучали разные профессии по разным отраслям, то вот IT-навык, он присутствует практически во всех. То есть опять же будем говорить, искусственный интеллект. Никуда не денешься от этого. А можно я вот сейчас как раз расскажу, как работает? Я просто тоже впервые зашла на сайт Атлас 100, и можно немножечко так вернуться к нашему первому часу, где мы говорили про культуру, с Андреем Борисовичем Скальным, министром культуры Кировской области. Я захожу в культуру и искусство. Буквально первые там четыре ячейки, которые выпадают, среди них есть тренер творческих состояний, специалист по майнд-фитнесу. Майнд — это мозг, если я так понимаю. Умеющий приводить людей творческих профессий в состояние потока. Какие термины применяются? Я думала, что раньше это только в йоге применялось такое. И в другие состояния, характеризующие повышенную креативность. Он также занимается и развитием осознанности, поскольку одна из важных задач художника — постоянное переосмысление реальностей. И там дальше приводятся как раз надпрофессиональные навыки. Например, клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя, умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми, работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий и задач, умение быстро принимать решения, реагировать на изменения условий работы. И, например, способность к художественному творчеству, наличия развитого эстетического вкуса. Я сейчас о чём говорю? Те термины, во-первых, которые мы раньше... Мы серьёзно даже к ним не относились, к этим вещам абсолютно. Они сейчас уже на государственном уровне входят в понятийный словарь. А во-вторых, я хочу отдать должное этому сайту «Атлас новых профессий». Он очень прост по восприятию и по структуре, по навигации. Действительно так. Очень удобно. Вы говорили, Светлана, об 11 навыках надпрофессиональных. Вот то, что я сейчас зачитала в надпрофессиональных навыках и умениях тренера творческих состояний, мне очень понятно. То есть это прежде всего работы с людьми, с группами людей, с... Клиентоориентированностью. С человеческой личностью, с собственным там развитием, с состоянием и прочим. А что ещё из этих навыков мы можем перечислить? Какие ещё? Бережливое производство. Это тоже один из навыков, который прописан в «Атласе новых профессий». Практически встречается тоже в большинстве профессий, которые не профессии пенсионера, а именно профессии будущего. Что значит бережливое производство? То есть это экологическое, опять же, мышление и умение выстраивать, исходя из отрасли, умение относиться бережливо к тому или иному объекту. То есть использовать компоненты, которые необходимы для того, чтобы, ну, если с точки зрения экономики, говорить о том, чтобы уметь где-то удешевить, но в то же время качественный товар. Смотрите, как интересно получается. Если мы сейчас говорим об экологии и, например, предприятии, то мы, общаясь с предприятием, там, сидят экологи, например, или там люди из прокуратуры соответствующие, природоохранной и предприятия. Природоохранная говорит, вышел новый закон. Сейчас, если там не поставить такие-то фильтры, штрафы у вас будут вот такие-то там, да, предприятия говорят, о, еще да, принять, значит, до вступления в действие этого закона год, потом полтора года будут разбираться, потом еще что-нибудь я чуть-чуть подкручу. В общем, лет пять мы еще можем, значит, никак не жить. Нет, здесь так уже, вот, так мыслить не получится ни с какой из сторон. Да, то есть прежде всего будут приниматься те люди на работу, которые уже мыслят совершенно по-другому. В смысле штраф и, там, затраты, а с самого начала, то есть мы построим так нашу работу, что вот мы будем заниматься вот таким бережливым производством. Как интересно. Да, еще один из навыков, это мультикультурность и мультиязычность, то есть умение выстраивать диалоги. Ведь не зря у нас на сегодняшний день второй иностранный язык по ФГОСТу введен в школах, да, то есть мы сейчас знаем, что помимо там английского языка сейчас еще обязательно является немецкий язык. То есть как раз... Да, то есть... Нет, на выбор могут. А мы французский изучаем. Ну вот на сегодняшний день, то, что касается меня как мамы, мой сын изучает, я не знаю, там выбора у нас, правда, не было, нам сказали, выучите немецкий язык, все. Ну это хорошо, да, Германия, потому что ведущая экономика. Поэтому как раз мультикультурность и мультиязычность, вот это один тоже из навыков, которые практически тоже являются сквозным во многих профессиях. А еще? Ну практически те, которые вы перечислили, вот сейчас прямо на вскидку всех точно не могу воспроизвести. Ну они есть на этом сайте. Всего 11, и это легко усвоить, товарищи. Можно сразу посмотреть, какие навыки придется разрабатывать. Кстати, вам может это еще и понравиться. По крайней мере, то, что вы сейчас перечисляете, меня лично очень вдохновляет. А вы как думаете, Елена Михайловна, вот внедрение, это же совершенно трансформация сознания. Правда же? Ну, в какой-то мере, да. Но с другой стороны, вот в принципе, я закончила Кировский политехнический институт, но волей судеб оказалась учителем информатики. Затем уже, защитив диссертацию, занялась как раз таким разделом, как организация и управление социальными системами. Поэтому, оглядываясь назад, в принципе, в свое время Кировский политехнический институт, по крайней мере, на нашем факультете автоматики и вычислительной техники, они уже тоже готовили специалистов, которые должны были смотреть, по крайней мере, лет на 10, 15, 20 вперед. И нас учили, прежде всего, многозадачности в решении каких-то проблем, именно смотреть с точки зрения философской. То есть для меня, например, синергетические подходы очень, так скажем, привычны в этом плане. Поэтому задумываться об этом стали давно. Другое дело, что это сейчас системно и именно на государственном уровне вводится. Поэтому за этим будущее. А если говорить о втором иностранном языке, то, по большому счету, все равно должен быть выбор. Если мы будем говорить, например, о Екатеринбурге, о Сибири, то там очень востребованы школы, в которых учат китайский язык. Да, совершенно верно. Поэтому здесь ведь тоже это умение директора школы прогнозировать, что будет востребовано. Это привлечение родителей, учеников. Поэтому этому тоже нужно учиться прогнозированию и привлечения. Вот я всегда знала, что фафт крут, но никогда не думала, что так надолго. С перспективами, да, в будущее. Мы сейчас прорвемся на короткую рекламу, после чего вернемся снова в эту студию. 211-101, номер телефона прямого эфира. Слушатели, подключайтесь. Изучаем атлас будущих профессий. Здесь, в этой студии, Анна Лапшина и Светлана Занько, и наши гости. Наши гости Светлана Русинова, директора Центра профориентации карьеры Виатской государственной сельхозакадемии, Елена Савина, глава Кирова-Чепецка. Продолжаем разговор. Да, мы тут перерывы. Мы в перерыве изучаем сайт атласто.ру. Да, мы с Аней поняли, что мы пенсионерки уже практически. Я, между прочим, да, нашла список профессий пенсионеров. Их достаточно много. Я всем нашим слушателям рекомендую туда зайти и посмотреть. Это касается и молодых совсем ребят, которые только-только пришли в профессию, чтобы они понимали, если они не только бухгалтеры, и не только юридические консультанты или юристы, но если они менеджеры по кредитам, например, копирайтеры, чтобы они тоже... Журналисты. Журналисты, корректоры, бильдредакторы, монтировщики декораций в кино, чтобы они уже сейчас задумывались о своем будущем, потому что это профессии пенсионеры. Компетенции. Новые навыки спецификации. Да, надо приобретать новые компетенции. Мы тут уже с Аней свою строчку изменили и поняли, что мы даже из строчки медиа и развлечений можем в какую-нибудь другую перескочить. Да, вполне, вполне. И вот это интересно, как раз Светлана говорила о том, что это ведь как кубик Рубика, что основа есть, а вот эти ячеечки, которые ты за всю жизнь собираешь, в изменяющихся ситуациях ты можешь сложить ту картинку, которая тебе сейчас будет комфортной. И чем больше у тебя таких компетенций, чем лучше они сочетаются, подходят друг к другу, тем проще и комфортнее ты будешь существовать и строить свое какое-то будущее. А я вот Елене-то не зря задавала такой вопрос, что вот не вопрос, а посыл такой отдавала, что это ведь изменение сознания. И те люди, которые, вот как вы на ФАФТе, сколько-то лет назад, уже по этой программе двигались, им легко и просто это воспринимать. Ваша жизнь, например, Елена Михайловна, она показывает, что вы эти компетенции в своей жизни и так приобретали. И там, являясь выпускницей ФАФТа, стали главой Кирова-Чепецка, пройдя там много-много чего еще. Ну, то есть вот уже жизненный путь показывает, что человек современности и будущего. Те люди, которые сейчас, я уже говорила, молодых, наверное, надо настраивать через образовательный какой-то процесс. Давайте вот к нему вернемся. Школы и университеты, они готовы к воспринятию такой программы? Им придется менять свои образовательные программы? Как все будет выстраиваться? Дело в том, что если мы будем опять же возвращаться к атласу и знакомиться с ним, кроме того, что мы можем изучить новые профессии, посмотреть, как выходят профессии пенсионеры под влиянием технологий, там указаны учебные заведения, которые уже сейчас трансформируют свои учебные планы, исходя из атласа, исходя из тех технологий, которые приходят. И указан список работодателей, конечно, он не такой обширный, города Кирова, пока и Кировской области в нем нет, но с приходом нового губернатора мы будем надеяться, что все-таки мы будем в этом тренде. А он в курсе вообще этого тренда? Губернатор? Не знаете? Лично с ним на эту тему пока не было возможности. Он тоже сменил. Между прочим, профиль работы очень нарезка. И не однажды, я хотела бы сказать. Я уже не знаю, как складывались компетенции, но, видимо, они складывались. Поэтому работодатели уже указаны, те, которые берут, пока не берут, а будут брать этих выпускников. Поэтому все, что касается школ, здесь, конечно, работа очень такая долгосрочная, потому что, как Светлана вы отметили, надо менять сознание. К сожалению, вот работая наш акцент профориентации карьеры, мы работаем третий год с подрастающим поколением в рамках кружкового движения, работаем, именно наша работа в рамках кружков устраивается, применима к атласу новых профессий. Мы деток обучаем, формируем у них навыки 21 века. Например, мы первые в городе Кира в этом году учим деток интернету вещей. То есть, можно прийти к нам, посмотреть, и вот это мы тоже покажем 26 октября, как программируется умный дом, умная остановка, умная теплица, потому что уроки технологий, которые мы видим в школах на сегодняшний день, это, конечно... А уроки информатики? И уроки информатики, да, это, конечно, немножко не то, что говорит и о чём говорит нам атлас новых профессий. Елена Михайловна, я знаю, что у вас работа в этом направлении, в Кирово-Чепетске ведётся по-другому. Ну, наверное, я не знаю, вам виднее в сравнении, но дело в том, что Кирово-Чепетске это, скажем, отдельная история в этом плане, потому что и создавался город Кирово-Чепетского круга Кирово-Чепетского химического комбината, где научная школа была очень сильная, где работали кандидаты наук, доктора наук, лауреаты государственных премий. Поэтому у нас прошлое очень богатое, скажем так, у нас высокий образовательный потенциал города не только как специалистов, но и именно школьных учителей очень высокий. У нас есть концепция развития города Кирово-Чепетска, как я уже сказала, там есть несколько направлений, и непрерывное инженерное образование, это как одно из направлений. Поэтому для нас это органично, наверное. Кроме того, готовность наших образовательных учреждений очень высока, потому что я всегда говорю, что результат у нас рождается в здоровой конкуренции, при этом параллельно идут процессы интеграции, и поэтому объединяясь, мы получаем определенный результат. Ну и кроме того, заинтересованность наших предприятий. У нас уже третий год работает совет руководителей наших предприятий, у нас есть совет предпринимателей, где обсуждаются проблемы города, в том числе образования, и в принципе коллегиально решается и выбирается путь развития. Мы прекрасно понимаем, что только технологии могут дать качественный рост и городу, и стране, поэтому мы в этом направлении очень плотно работаем. И безусловно, в этом направлении чем еще эта тема интересна, это не только то, что существует и создан этот атлас новых профессий, но ведь Дмитрием Судаковым еще разрабатываются практические инструменты овладения, как самим атласом, так и самое главное, это вот именно определение выстраивания и реализации своего индивидуального профессионального маршрута. Вот Светлана еще пока не сказала, я думаю, что она более подробно скажет именно о технике игр, которые входят в коробку. Там ведь не только можно профессионально выстроить свой путь, а вообще личный путь. Технология и методика этой игры такова, что всем показывается, что в этой жизни можно определять, что главное. Это семья, это карьера, это здоровье прежде всего и в принципе показывается, как это можно все соединить или все-таки выбрать для себя один приоритет, например, семью. Поэтому вот то, что создан такой инструмент, причем с подробным описанием, в принципе описание, как уже можно посмотреть по сайту, по интерфейсу, тоже достаточно удобно. Это самое главное для меня, например, потому что я считаю, что технологичность в нашем мире это определяет, хотя в этом случае как раз духовность не сможет загнать нас в революцию роботов. Но мы сейчас не сможем рассказать подробно об игропрактике, к сожалению. Мы будем ждать всех 26 октября. Вот я думаю, что 26-27 октября все желающие смогут сами в этом поучаствовать. Напоминаю, что это все пройдет сразу. Будет встреча на тему компетенции будущего и трансформации образования. Вести эту встречу будет консультант Московской школы управления Сколкова Дмитрий Судаков. И 26 октября на площадке Вятской государственной сельхозакадемии с 12 часов будет проходить, а 27 в Кирово-Чепецке в художественной школе, насколько я помню, с 12.30. И можно зарегистрироваться на каком сайте? На сайте Академии Эврикум Эврикум.ру либо на сайте Вятской государственной сельскохозяйственной академии регистрации будет открыта уже с понедельника. И там такая ссылочка будет активная, наверное. Да, Атлас новых профессий. Но мы после этих встреч пригласим вас в программу «Практическая психология», потому что это как раз, я так понимаю, что все через это пока пойдет. И вы там подробно, Светлана, расскажете об игропрактике, о компетенциях, о том, как выстраивать, потому что там будет целый час, не 36 минут, как у нас сейчас эфирный час, а целый час. Вы сможете очень подробно это рассказать. Договорились? Конечно. Сделаем так. Я просто анонсирую сразу нашим слушателям, что мы обязательно этот эфир сделаем, проанонсируем, и сможете еще раз переслушать то, что услышите уже на встречах. Елена Михайловна, что-то хотела добавить? Понравилось, наверное. А можно я добавлю? Все-таки мы с тобой хотели вернуться к этому вопросу. Мы говорили про слом сознания, и сейчас мы обращались ко школам, и к преподавателям, и к каким-то образовательным учреждениям более высокого уровня. А что делать с работодателями? То есть мы говорим о том, что в 45 лет человек должен менять работу, потому что у него профессиональное выгорание, ему как-то надо куда-то, чтобы жизнь кипела. А работодатели-то наши готовы не брать людей? Ну, я считаю, что те, кто не готов и даже не задумываться об этом, они проиграют, потому что, ну, представьте то, что вы сейчас прочитали, те, которые над профессиональной компетенцией, они все равно дадут качественный, количественный скачок предприятий, которые построят на этой технологии определение самой технологии, плюс профессионалов, которые придут реализовывать эту технологию. И не сразу, но я думаю, что через год-два конкурентное преимущество в этих предприятиях значительно вырастет, и поэтому это будет продиктовано рынком. Ну, и сами, собственно говоря, работодатели, им в первую очередь нужно будет менять сознание предприятий. Информационное письмо также отправлено всем работодателям, мы тоже будем представители не только образовательных организаций, но и наших промышленных предприятий, будем ждать на эту встречу с Дмитрием Судаковым, но посмотрим, кто из них проявит свою активность. А я не добралась в списке новых профессий, кстати, в списке пенсионеров до чиновников. Ты не посмотрела, что там с ними случится? Там нет ни государственных, ни муниципальных служащих. Чиновники останутся, наверное, их ничто не затронет. Затронут, изменения тоже будут. Вот этот вопрос мы тоже Дмитрию зададим, потому что у меня после изучения атласного профессий, так же, как слон у вас, он тоже возник. Да, тоже возник, потому что все отрасли указаны, кроме нашей действующей власти. Это чрезвычайно интересно. Вы знаете, пусть лучше-то будет интрига. Пусть лучше люди остаются на этих постах, чем роботы. Ну, ты представляешь? Это да. Это я здесь с тобой совершенно солидарна. Спасибо большое нашим гостям. Светлана Русинова, директор Центра профориентации и карьеры Вятской Государственной сельскохозяйственной академии Елена Савинова. Савина, глава Кирова-Чепецка, дневной разворот закончен, она Лапшина и Светлана Занько. Ну, теперь я могу сказать до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова